Друзья, привет! Ролик мы назвали Волжские и Ксивники. Почему вы поймёте? В этом месте три нарушения. Одновременно мы засняли, может быть, даже больше. Сейчас насчитаем. Смотрите, здесь односторонние движения по этой улице. Оттуда едут задние проходцы наши любимые. Это Волжский бульвар, четная сторона. Да, Волжский бульвар, четная сторона. Здесь вы видите односторонние движения тоже, да? Оттуда едут не задним ходом обычно. Обычные нарушители едут сюда. Это, если я не ошибаюсь, 11 улица Текстильщика. И выезжают... Дальше здесь уже разница. Либо сразу выезжают самые наглые налево через две сплошные, либо уходят направо, там на разворот. Но это ещё не всё. Вот там дальше люди катаются по газону. По газону, по тротуару. И на сегодня мы перекрыли машинками, им некуда деваться, и они решили ездить по тротуару. То есть вы увидите ещё и машинку. Но у них же есть выбор не кататься по тротуару. У них никак не есть выбор. У всех есть выбор не нарушать просто. Ну и вот здесь вот замечательный кирпич, который мне очень нравится. Его пересекают все. Пересекают кирпич, пересекают перекрёсток задним ходом от нашей любимой пешеходной переходы. Вот такие нарушения в этом месте. Всё, смотрите. С красивыми номерами. Вот этот зеркальный номер 090. И тонировка. Соответственно, человек, опять же, непростой. То есть ездить с тонировками раз. Номер красивый, дорогой два. Нарушает смело три. Что это означает? Мне кажется, что у него сила какая-то. Какой-то приближённый, так скажем, к тем, кто может ездить, нарушая, не боясь того, что его будут штроповаться. Низу кодировку, низу такую вот позорную лизу. Ну, назовём её так, ксивники. Ксивники? Да, давай. Хорошие, ксивники. Отлично. Можно даже так назвать. Градские, волжские, ксивники. Волжские ксивники? Да. О, а там у нас машина начинает двигаться. Ну, ладно, не страшно. Я думаю, не пройдёт. Не пройдёт. И вот там у нас машина начинает двигаться. А, вот этот человек идёт по встречке. Сними крутым планом знак на нас, что здесь от второго движения. Он и здесь сейчас поедет по-настрече. Так, как завевает. О, а мы его с полной уже с тобой снимали. Что же, опять же, не выходят и мировка, что-то будем делать. Они хотят ли они пободаться? Вот мне вот интересно. Конфликт интересов, по-моему. Забавно. Может, они на встречу приехали просто? Нет, а может быть, один заглох, и сейчас они будут идут прикуривать, хотя я вижу, что... Коби машины заведёли, вот вдруг. А у этого номера нет, да? У этого нет номера, да. Спереди очень грязная, сзади номера нет. Прямо я пойду подвижную дольду. Да, да. Да, ты видишь, что под рукар есть? Да, видишь? Ой, значит, тут прям коллапс какой-то. Я говорю, что это красивый. Незнарушительный. Незнарушительный. Очень активный. Что тут не нужно сделать? Ты тоже с тренировкой, Андрей, смотри. Ой, а там смотри, что творится. Стренивитый босс. Силы. Брррр. Я нет слов цензурных, поэтому я буду молчать, хипит, но на самом деле здесь нужно ставить, конечно же, Одном момент, в одном месте, смотри, три нарушителя, необычные. Тоже подчереждённость машины. Три разных, три разных нарушителя, Андрей. Ну вообще. Вот это место. Машином двигающим, задним ходом двигающимся. И выки, а у нас ещё здесь ХАМАЗ. Чего научится корячиться задним ходом, когда можно просто вот так управлять, да? Угу. Вот это всё. Не пытается сделать из себя приличного. И здесь сейчас налево, да, сразу. КРАСАВЧО! Ну а это те, кто чуть-чуть смущается и задним ходом ползает здесь. Это вам стеснительные нарушители. Так, посмотришь? Ага. Так. Ещё две ползучки. Так. Удавимся в машину. Ну, там вот, в противном уровне. Здесь такой стеснительный красивый номер. А здесь вообще у нас такая встречка ещё есть. Стречка, потому что там в одни стороне. Да. Вот так вот. Под кирпич напоминаю. Под кирпич здесь вот красиво. Здесь очередной спортсмен. Двигающийся задним ходом. Очередные пешеходы. И инспектора, какие-то просто ППСники, которые решили воспользоваться своим правом и нарушать. Просто, просто понарушать. И на глазах у всех этих инспекторов ещё две машины к нам присоединиться. Раз, спортсмен. Два спортсмен. Три спортсмен. Думаю, что здесь. Вот она, аварийная ситуация практически. Крытый номерчик. Что делать в такой погоде? Ну, кто вот успеет остановиться, да? Вторая, аварийная ситуация заседается. Если остановимся, сейчас вырворачиваемся, прям вот на месте. Отлично. Одно-сторонное движение в ту сторону, да? Ну, смельчак будет. А, не смельчак просто, а не надо пока. Вот, кирпич. Вот так вот мы лихо выруливаем. Вот, загадка. Дальше. Человек. Пальцы показывает этот спортсмен. На аварийной ситуации понятно. Андрей, у нас очередной спортсмен на подходе. Это не спортсмен. Это антиспортсмен. Вместо того, чтобы ходить в утро пешком, зарабатывать здоровье, он ездит на машине. Ну, ладно ездит, он ездит с нарушением. А номер-то я видел как-то красивый? Номер, я думаю, это номер какой-нибудь полицейский или прокурорский. В общем, номер непростой, тонировка глухая. Сейчас я думаю, что сейчас будет, что-то, 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 что-то разворачивается выезжать. Это такие люди. У них в крови нарушение ситуации. Я думаю, что прямо сейчас он нашел и валит. Гряд ли он поедет задом до метрофиксин, сейчас? Нет, ну, как бы у него уже два пешеходных перехода, перекресток, два перекрестка уже, кирпич уже богатый на ель. Кирпич задом поезжает. Вот, смотри, 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 здесь два нас пошла, а вот, да? А что это у нас полиция не видит? Таких нарушенцев. Какая полиция? Где-то видит. Ну, должна же здесь быть. Должна же здесь быть полиция? Да. Здесь только ты. Здесь вот тротоварчик. Какие красавцы, а? Молодцы. Молодцы, по тротовару гоняем. Молодцы. Не быстрый, двигающийся задним ходом. Поворачивается от людей, которые ели по правилам, с обычным номером, на создающую аварийную ситуацию. Ну и как обычно мы просим сотрудников полиции, ДПС, обратить внимание на это место. Это пересечение Волжского бульвара, Четной стороны и Волгоградского проспекта. Вы видите, да, здесь не очень хорошо все происходит, очень опасный перекресток, создается аварийная ситуация. Мне кажется, надо обратить внимание на это место. А я могу добавить, что мы сюда еще точно вернемся. Однозначно. Продолжение следует.